Крым наш. Утверждение, которое уже давно никого не удивляет и каких-либо доказательств не требует. Это данность. Пять лет назад в результате референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации. Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Советской Республики Украина в 1954 году. Спустя 60 лет историческая справедливость была восстановлена. В мае 2014 года Щелковский муниципальный район первым в Московской области заключил соглашение о дружбе и сотрудничестве с одним из крымских муниципалитетов. Спустя всего лишь два месяца после исторического референдума нашим побратимом стал город Феодосия. Так что для нас Крымская весна вдвойне праздник. И сегодня городской округ Щелково в числе четырех муниципальных образований Подмосковья яркой массовой акцией тематическим флеш-мобом отмечает историческое событие. Севастопольский вальс Севастопольский вальс Во флеш-мобе приняли участие 250 юных танцоров. Основная идея акции – исполнить вальс, который вызывает ассоциацию с крымским городом-героем Севастополем, главной военной базой Черноморского флота Российской Федерации. Многие жители пришли посмотреть на яркое мероприятие. Оно также вызвало повышенный интерес федеральных СМИ. Ну и, конечно, не скрыть искреннюю радость ребят, которые почувствовали свою сопричастность к историческому событию. Сегодня мы танцевали в честь воссоединения Крыма с Россией. Пять лет назад Крым соединился с Россией. Уже как пять лет Крым присоединили к России, и мы празднуем этот день. Откуда вы, сколько вас сюда пришло? Много, очень много. Можно сказать, ну, несколько коллективов, наверное, пять точно, и вот мы все праздновали этот день всей России. Это очень важная дата, потому что Крым стал частью России, и Россия становится больше. Крым стал частью России, и сегодня очень знаменательный день. Сегодня, ну, все должно быть хорошо. Пять лет назад Крым наконец-то вернулся домой, к нам, в Россию. Мне нравится этот праздник очень. И еще одно событие в Щелкове в честь пятилетия вхождения Крыма в состав России. 18 марта закончил свою работу крымский художник Владислав Подопригора. На набережной появилась картина в технике граффити. На ее создание ушло четыре дня. Здесь в итоге мы нарисовали классическая техника и баллончика. То есть мы сначала дали разметку с того берега проектором, сделали контуры, выстроили леса и начали, как по принципу разукрашки, баллончиком отрисовывать деталь за деталью. А сколько человек участвовал? Кто вам помогал? Мы приехали вдвоем из Ялты, но ребята местные предложили свою помощь. И в итоге как раз вышло и тематически, что на картине «Содружество Крыма с Россией», так и, в принципе, в рисунке. Владислав приехал в Щелково по приглашению Главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации городского округа. Интересно, что, по его словам, в Крыму жители к стрит-арту пока не привыкли, в отличие от Щелково. Приятный город. То есть местные жители очень позитивно восприняли работу. Мы когда начинали, люди уже проходили и говорили, вот как здорово будет рисунок. Это порадовало, потому что у нас в Крыму не так обращают внимание. И люди еще не привыкли, что что-то на стене будет рисоваться. Названия у картины, посвященной воссоединению Крыма с Россией, пока нет. Можете придумать, говорит автор. И заверяет, что в ближайшие годы она точно будет радовать местных жителей. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Сергей Максимов, Александр Оржевский и Андрей Белкин. Телерадиокомпания «Щелково». Телерадиокомпания «Щелково».